Добрый день, дорогие мои друзья, подписчики и гости моего канала Огород с Мариной Высоковой. Сегодня я расскажу про цинерарию Приморскую. Прекрасно смотрится цинерария в сочетании с лобелии, сальвией, бегонии однолетней, с бархатцами. Для густистости ее надо прищипывать, прищипнуть верхушки молодых стеблей, когда стебли вырастут до высоты сантиметров 10 и разобьется 5 пар настоящих листьев. Зимой можно делать поделки из высушенной цинерарии. Она прекрасно держит форму в высушенном состоянии, хорошо окрашивается, и из нее получаются прекрасные картины и зимние композиции. А вы знаете, что это многолетнее растение? Вот и я не знала. В теплых регионах кустики на зиму присыпают опилками или сухими листьями. А уже по весне те части, что все-таки обморозились, удаляют и начинается рост новых побегов. Такая зимовка позволяет сэкономить время и усилия на выращивание новой рассады в следующем году. Так я и поступила в прошлом году. Правда, росла и развивалась в саду она уменьшим. И, видимо, не все подошли к зимовке достаточно охороженной. Поэтому не все кустики перезимовали удачно. А если выращивать цинерарию в холодном регионе с коротким летом, то вряд ли она переживет зиму. И к ней тогда относятся как к однолетнику. Но можно сохранить ее таким образом осенью, пересадить в горшки и убрать на зимовку в прохладное светлое место. А когда наступит весна, вновь вернуть ее в сад. И это вполне реально. Всем удачи! Всем удачи!